всем добрый вечер уважаемые друзья поставьте пожалуйста плюсики если у нас звук слышно ли меня так отлично да я смотрю большинство меня слышат поэтому у кого возникают какие-то проблемы со звуком да либо плохо слышно настройте свои наушники либо колонки должно все хорошо работать итак я сейчас включу поставьте плюсики если у нас видео видно для меня и так отлично да то есть я сразу хочу сказать да то что во время вебинара могу кашлять и чихать да я немножечко простыл и сижу с температурой поэтому сегодня да то есть немножечко сложно мне будет вести вебинар да поэтому постараюсь там в час уложиться поэтому если какие-то вопросы мы не успеем просто рассмотреть да у нас еще будет время мы их обязательно рассмотрим там на следующие занятия еще раз хочу напомнить да меня зовут Владислав Иванюк то есть я практикующий трейдер мой трейдерский опыт уже порядка пяти лет начинал я свою историю да торговую со времен кризиса 2008 года поэтому прекрасно застал когда рушился банки Мэрин Линч да и Лемон Бразерс поэтому я хорошо очень помню эти все времена вот и собственно говоря на счету многое прочувствовал с того времени поэтому не зря да я затронул такие новости как банкротство банков так как сегодняшнее занятие посвящено именно фундаментальному анализу поставьте пожалуйста плюсики да то есть есть ли у нас сегодня опытные трейдеры которые торгуют да то есть на сегодняшний день на реальных счетах так как большинство я знаю то что то новички у вас но если опытные трейдеры так смотрю есть немного да то есть поэтому данный курс прежде всего предназначен именно для новичков для тех кто только-только начинает свой трейдерский путь кто только-только ознакомливается с основами поэтому все будут рано или поздно да сталкиваться с той идеей о том что на новостях можно зарабатывать вот есть очень много стратегий в интернете которые созданы именно для торговли на новостях то есть но со своего торгового опыта я скажу что на новостях зарабатывать на сегодняшний день очень очень сложно так как на рынке волатильность на сегодняшний день довольно таки слабенькая вот большинство новостей которые выходят на сегодняшний день то есть они практически игнорируются с рынком вот поэтому когда вы будете торговать постоянный ваш процесс то есть вы будете наблюдать как меняется рынок например там пять лет назад волатильность была очень большая во время во время кризисов то есть как бы как любая новость там практически отрабатывалась на ура то есть и цена ходила там по 100 по 200 пунктов за день на сегодняшний день к сожалению такого нет то есть когда уже следующий раз да то есть волатильность на рынке по каким-либо причинам увеличится соответственно новости будут играть довольно таки большую роль сейчас я вам покажу как пользоваться экономическим календарем как делаю это я как это раньше делал на сегодняшний день я новости не отрабатываю я просто смотрю да как ведут себя рынки то есть но в любом случае при входе в рынок да то есть я учитываю что там сегодня завтра на этой неделе будут какие-то новости то есть основная задача это понять одну простую вещь да то есть если выходит какая-то сильная новость о которых будем сегодня говорить соответственно возможно да то есть 95 процентной вероятностью то что будет большое движение на рынке соответственно то есть если новостей не да то скорее всего будет довольно кивялым и будет ходить там буквально там 50-40 пунктов туда-сюда а поэтому я сейчас открою график да то есть и откроем экономический календарь и начнем разбирать некоторые моменты так сейчас я открою окошко и поставьте пожалуйста плюсики видно ли будет мой экран сейчас буквально пару секунд загрузится экран и сразу обращаем и те кто первый раз на вебинарах возле видео картинки моим видео есть такой вот значочек можно расширить экран на полные соответственно рекомендую это сделать тогда вы сможете полностью видеть мой разбор через стол стопроцентном режиме да то есть и график который я буду показывать соответственно если у вас какие-то вопросы появляются сразу пишите чат я буду по мере вебинара посматривать сейчас в чат и буду отвечать на ваши вопросы поэтому там даже если у вас есть какие-то там глупые вопросы да то есть не стесняйтесь лучше спросите потом вы будете там искать да то есть перерабатывать много информации в интернете лучше задать его прямой вопрос да то есть либо напишите на электронную почту мне поэтому я всем постараюсь ответить теперь поставьте плюсики либо минусики да то есть кто ни разу не видел что такое экономический календарь календарь если среди присутствует да кто не видел экономический календарь так если да смотрите экономический календарь это календарь статистики то есть во всех странах да то есть как правило на статистика она выходит в одно и то же время соответственно то есть вы всегда будете знать когда выходит тот либо и ноль показать да то есть будете знать прогноз эксперты соответственно для вас не будет сюрпризов что вышла какая-то там новость да то есть данном случае я говорю о макроэкономические показатели на нашем сайте экономический календарь можно найти в разделе аналитика и закладка экономический календарь то есть экономический календарь он адаптирован для русского языка поэтому я сейчас покажу основные настройки то есть работа с календарем все очень просто получается первое что необходимо вам будет делать ваш часовой пояс то есть соответствие да то есть если вы не знаете какой у вас часовой пояс да то есть посмотрите в настройках у вас в компьютере часа да то есть вас должна отображаться вот либо же просто посмотрите в интернете у меня стоит две часа соответственно то есть все новости будут показываться у меня по киевскому времени есть и у вас московское время, ставите плюс 3 часа. Точно так же, кто живет за Уралом, будет другой часовой полис. Поэтому есть выбор даты. По умолчанию у вас будет показываться сегодняшний день. Я рекомендую выставлять график в календаре полностью на всю неделю. Для этого нажимаете вот здесь в графе и выставляете сегодня у нас до 31 числа. И у нас будут показаны все макроэкономические данные до пятницы. У меня они уже отфильтрованы. Сразу еще хочу момент отметить. Новостей по каждой стране выходит очень много. 80% новостей они на самом деле не нужны. Они вам не пригодятся в трейдинге. Поэтому для того, чтобы не засорять календарь, сразу мы убираем те страны, которые нам практически не нужны. Убираем Испанию, Италию, Португалию, Грецию, Ирландию, Францию. Точно так же можно убрать. Все зависит от того, какими валютными парами вы торгуете. Если вы торгуете в основном евро-доллар, фунт-доллар либо другими основными валютными парами, то есть оставляете те страны, которые у меня отмечены галочками. Нажимаете применить и у вас количество новостей стало намного меньше. Теперь еще обращаю такой момент, что все новости делят на маловажные, второстепенные и очень важные. Соответственно, логически понятно, что очень важные новости, они будут приводить рынок в движение. То есть маловажные, то есть средневажные новости, то есть они какого-либо влияния существенного на рынок не будут оказывать. Поэтому те новости, которые нам не могут влиять на рынок, то есть мы их просто убираем и оставляем только в данном случае, то есть у нас в календаре два желтых новостей первые три таких квадратика красных это у нас важные новости. Поэтому я всегда рекомендую и сам на практике смотрю только на те новости, которые отмечены красными, помечены как важные. Соответственно. Так, сейчас я иногда буду отвлекаться на чак, чтобы не пропустить ваши вопросы, какие у вас есть. поэтому если вам что-то непонятно, вот в данной ситуации, понятно, как настроить календарь для работы, чтобы можно было удобно работать, и не путаться в большом количестве новостей и статистики, которые выходят. Сам когда начинал торговать, то есть когда начинал работать с календарем, то есть сам терялся, то есть очень много новостей выходит, поэтому поначалу тоже не знал, как с ним работать, на какие новости обращать внимание. Поэтому основная задача сегодняшнего урока это показать те новости, на которые следует обращать внимание, те новости, которые приводят рынок в движение. Я вам сегодня покажу, как часто бывают события разворачиваются на новостях, то есть какие ловушки есть при работе с торговой на новостях, чтобы вы на них не попадались. Почему? Потому что есть такое понятие на рынке, как market makers, то есть это те организации, то есть те банки, которые двигают рынок, а есть остальные участники, которые скажем так, есть такое трейдерское выражение платит за всю эту вечеринку. Поэтому ваша основная задача для того, чтобы прибыльно торговать, быть на стороне больших участников. И когда выходят новости, то есть очень часто большие игроки, они просто сначала двигают рынок в одну сторону, сбивают стопы с мелким участником, и потом разворачивают рынок, и идут уже туда, куда им нужно. Поэтому такие моменты мы будем сегодня разбирать. Давайте еще раз проверим связь. Здесь пишут, все ли хорошо со связью. Сразу хочу отметить, могут быть небольшие задержки во время обещания, так как немножечко онлайн все-таки поток отстает на некоторые доли секунды, поэтому повторяюсь немножечко помедленнее. Итак, мы открыли наш календарь, настроили его. Для тех, кто хочет смотреть только важные новости, петры, убираете галочку с желтенькими квадратиками и оставляете только важные новости. Если мы на эту неделю, то на самом деле эта неделя, особенно конец недели, он очень насыщенный по новостям, будет выходить ВВП по Соединенным Штатам, будут выходить заявки по безработице, в Соединенных Штатах. Поэтому четверг, пятница обещает быть очень веселым на рынке. И теперь я хочу вам немножечко показать глобально, как вообще новости, какие тенденции на рынке и как они могут влиять на рынок. Поставьте пожалуйста плюсики, видно ли график. Тот, который я сегодня включил. Я включил его не случайно, по-моему, то есть либо сегодня, либо вчера в интернете там нашел интересненькую статью, когда в 2008 году в конце года, то есть в разгар кризиса Барак Обама выступал по-моему на канале CNBC и говорил, что инвестиции в акции это очень выгодно. То есть инвестируйте в акции, инвестируйте фондовый рынок США. Сейчас я покажу примерно, где это происходило. Где-то это в этой точке. Точную дату я не помню, можно будет поискать в интернете, но где-то в декабре происходило, вернее, где-то это в декабре происходило, либо в ноябре 2000 года. Соответственно, это 2008 год. Если вы сейчас посмотрите на график, то есть вот точка и где мы находимся сейчас. То есть фондовые индексы были, минимум был по 665, сейчас 1977. На самом деле рост оставил практически в 3 раза. Соответственно, у меня на графике помечены такие буковки, QE. Для тех, кто плохо знает английский язык, я вам вообще рекомендую его изучать, так как вы планируете все-таки стать профессионалами, заработать в этом рынке, поэтому основную часть новостей можно будет черкать с англоязычных ресурсов, такие как CNBC, Bloomberg, MarketWatch. Соответственно, либо пользуйтесь Google-переводчиком, либо же немножечко подтягиваете вашу лексику и знание английского языка. То есть QE это количественное смягчение, это те операции, которые ФРС США делала для поддержания своей экономики, для того, чтобы вывести ее из рецессии. Соответственно, то есть если мы я вот здесь периодами такими поставил, то есть была первая часть количественного смягчения, то есть мы видим как рост американских компаний, соответственно, и индекс фондовый S&P 500. Для тех, кто не знает, что такое фондовый индекс S&P 500, то есть в него входят акции 500 компаний, все наверняка слышали Dow Jones, то есть по телевизору видели, как там трейдеры ликуют, когда индексы в США растут. S&P 500 на сегодняшний день один из самых волатильных, популярных и ликвидных торговых инструментов в мире. Поэтому для тех, кто хочет работать не только с валютой, то есть рекомендую вам обратить внимание на бывые индексы. И вот у меня помечено начало количественного смягчения и вот окончание количественного смягчения. После того, как объявили о завершении количественного смягчения, мы видим коррекцию. Потом объявили вторую часть количественного смягчения. Видим рынок рост, количественное смягчение прекратили, рынок скорректировался. То же самое и здесь происходит. Третья часть количественного смягчения началась, продолжается по сегодняшний день. Понемногу практически на каждой встрече сейчас урезают на 10 миллиардов ежемесячно. И скорее всего, многие эксперты, аналитики предрекают обвал на фондовом рынке. Порядка 20-30% как только количественное смягчение уже его сворачивание придет к завершающей стадии. Соответственно, поэтому это вот такие глобальные. вещи, на которые нужно всегда обращать внимание. Это количественное смягчение, которое будет производиться центральными банками различных стран. То есть они четче работают на фондовых рынках. Соответственно, если вы знаете, что где-то будет происходить количественное смягчение в какой-то стране, соответственно, можно будет обращать внимание и рассматривать индексы данной страны непосредственно для покупки. То есть все объясняется. Я, к сожалению, не могу вам в течение часа рассказать весь курс макроэкономики. Можете почитать в интернете, как работают денежные потоки и к чему приводят интервенции и вливания со стороны центральных банков. А также за последние годы очень значимым и заметным и сопровождалось очень резким движением это было количественное смягчение со стороны швейцарского банка в 2011 году, когда швейцарский банк выступил с политикой, то, что швейцарский франк в сегодняшний день, на тот момент был очень дорогий, они максимальный уровень по сравнению к курсу евро, то есть один к двум. Это произошло, сейчас вам скажу точную дату и посмотрим, как это отыгрывалось на рынке. Это было у нас 9, вернее, 6 сентября 2011 года, когда банк объявил о количественном смягчении, то есть и швейцарский франк вырос, упал по отношению к евро на 1000 пунктов за один день. Это очень большое движение, таких движений бывает очень-очень редко. Поэтому для тех, кто только начинает, я всегда говорю, и буду с ограничением своих убытков, всегда выставлять стоп-лосс. Почему? Потому что представьте ситуацию, когда вы здесь продали по каким-то причинам, даже вы пытались поймать какое-то маленькое движение, вы не знали о том, что будет интервенция, и у вас минус усел по сегодняшний день. Вы себя защищаете, то есть выставляете стоп-лосс. То же самое произошло и по валютной паре доллар-швейцарский франк в этот же день. Объявил банк интервенцию. То есть движение немножечко было по 700 пунктов в течение одного дня. То есть движение очень-очень хорошее. Тогда по поводу смотрите, что такое представить количественное смягчение практически. То есть это когда есть разные виды количественного смягчения. В данной ситуации, когда ФРС объявляла количественное смягчение, первый этап заключался в том, что они выкупали ипотечные облигации. То есть на сумму порядка 600 миллиардов. соответственно рынок просто накачивали деньгами и большинство из этих денег они непосредственно куда идут? Они вливаются в экономику. В данном США они вливались практически в фондовые рынки. То есть фондовые рынки созданы для того, чтобы покупали акции. Если например у нас культура инвестирования довольно-таки на слабом уровне, в Соединенных Штатах любая хозяйка знает, что можно купить акции какой-то компании на 5-10 лет и так далее. Соответственно все там смотрели наверняка фильмы Wall Street. Те, кто не смотрел, посмотрите наверняка все знают Wall Street для тех, кто более глубже интересуется биржей, посмотрите именно фильм Wall Street с Майклом Дугласом и Чарли Шинном. То есть фильм 85-го года. На сегодняшний день это один из самых лучших фильмов на трейдерскую тематику, где показано как это все существовало раньше. Соответственно. Теперь переходим непосредственно к календарю и сейчас просто разбираем самые основные моменты, на которые нужно всегда в календаре обращать внимание. По поводу количественного смягчения, интервенции я вам уже сказал, они происходят не так часто, но они бывают. Раньше например банк Японии пару лет назад по-моему 2-3 раза в год он делал интервенции, все трейдеры знали, так как интервенция всегда большое движение. Следующий важный фактор, на который нужно обращать внимание, на сегодняшний день это объявление процентной центральными банками. В Европе это ЕЦБ, в Англии это Банка Англии, в Соединенных Штатах это ФРС, Федеральная Резервная Система. Соответственно, ставка объявляется в каждой стране, есть свое расписание, на сегодняшний день ставки меняются очень-очень редко, последнее изменение, которое происходило у нас на рынке, я вам сейчас покажу это на графике, то есть это когда центральный европейский банк снизил свою ставку с 0.25 до 0.15. Я сейчас открою это, как это происходило на паре евро-долларах. Сейчас мы посмотрим, по-моему это у нас было прошлого месяца, то есть 5 июня. Для того, чтобы вы всегда сможете на истории, если вы хотите понаблюдать, как отрабатывается та, либо иная новость, то есть по какой-то валютной паре. То есть можно себе оставлять одну валютную пару, например, ставим евро, соответственно оставляем новости по еврозоне, и по доллару совершенно. То есть по тем странам, по каким есть валютная пара. Нажимаем применить и выставляем число. В данном случае 5 июня. Ну и вот мы видим, то есть то, что выходила процентная ставка. В календаре есть всегда предыдущее значение, то есть это прошлое значение, когда выходило. То есть есть прогнозы, производится опрос разных экономистов, то есть агентство прогнозит, и вы всегда будете знать, что ожидает рынок. Как правило, прогноз, то есть цена, она уже учитывает себя прогноз. Соответственно, не всегда такое бывает, то, что новость вышла, с фактическим значением, соответственно, то есть реакция может быть на самом деле сведена к минимуму. То есть если, например, прогнозировали одно число, а по факту вышло совсем другое, то есть очень сильно отличается, соответственно, у трейдеров будет реакция. Кто-то будет наоборот наращивать позиции, кто-то будет сокращать позиции. В любом случае вы должны понимать, что есть прогнозы всегда, и график в большинстве случаев уже учитывает ту, либо иную новость. Соответственно, чтобы вы не удивлялись, когда там вышла новость и никакой реакции нет. А в данной ситуации что у нас произошло? Мы снизили ставку, это обычный курс экономики, для тех, кто там нет экономики и экономического образования, вы там второй, понаблюдайте за новостями, у вас все разложится по полочкам. Вы получите второе образование самостоятельно. Ничего сложного нет. У нас ставку снизили, логически это что означает? То, что валюта будет терять в цене, будет падать по отношению к другим валютам. Соответственно, это мы и увидели. 5-го числа. Но как это произошло? Почему я не сторонник работы на новостях? Особенно, когда выходят очень важные новости, так как в большинстве случаев происходят такие вот пики. буквально через пару минут в течение минуты цена резко у нас растет. Хотя у нас ставку понизили, логически должно было сразу падать. Помните, я уже говорил о том, что крупные игроки могут позабирать какие-то отложенные ордера, позабирать стопы более мелких участников рынка. Соответственно, было вот такое движение сначала вверх, то есть сложное движение и потом мы пошли резко вниз и потом в этот же день мы снова сюда вернулись. Соответственно, то есть те, кто продавал, то есть те, кто покупал, в данной ситуации уверен, там большинство закрыли, так как ожидали какого-то большого движения. Если мы включим более на крупных периодах график, я сейчас включу четырехчасовой график, сейчас одну минуту отмотаю. То есть вот как это выглядело на более крупном периоде. То есть мы уже завтрашнего дня будем разбирать конкретные стратегии по техническому анализу. Я уже буду рассказывать, как я нахожу точки входа в рынок, как я учитываю новости. Немножечко забегая вперед, то есть у нас вот здесь вот был вот такой уровень горизонтальный. Мы видим то, что цена долгое время не могла пройти уровень. Пришла новость, ставку объявили, цена пробила данный уровень. Скорее всего, здесь было очень много собрано отложенных ордеров, то есть топ-ордеров, так как те, кто покупали, они здесь заставляли свои защитные ордера, то есть ставили стоп-лоссы. Их пособирали, потом пошли наверх, так как большинство трейдеров любят выносить стоп-лоссы именно за локальные максимумы либо минимумы, то есть мы пособирали здесь стоп-лоссы у мелких игроков и потом снова пошли вниз. Соответственно, вот такие вот они в большинстве случаев бывают, когда выходят новости. Поэтому уже будет ваше желание отыгрывать новости, то есть не отыгрывать. Я сторонник все-таки более технического анализа, то есть входить в рынок, когда есть четкий сигнал, а дальше новость уже практически не влияет на вашу позицию. Очень редко когда-то будет у вас срабатывать именно на новости. Поэтому вы можете самостоятельно вам как домашнее задание будет просто берете по календарю заходите никогда не ленитесь работать с графиком. То есть можете вывести свою какую-то статистику. Берите какую-то валютную пару, берите какой-то например период с начала года например или за месяц. Какую-то например конкретную новость сейчас возьмем с вами на этой неделе в пятницу будет выходить Non-Farm Payrolls это заявки по безработице они выходят каждую пятницу в начале месяца вернее в конце самую последнюю пятницу месяца поэтому вернее самую первую пятницу каждого месяца поэтому данная новость всегда ожидается трейдерами и она довольно-таки неплохо приводит в движение рынок. На этой неделе будет выходить такая статистика я сейчас вам покажу как она отрабатывалась в предыдущие разы то есть у меня на графе размечена я сейчас еще включу в календаре Юль Так, сейчас я поставлю Юль в пятницу в пятницу вот так в пятницу выходит non-plug payroll то есть и одновременно новость очень важная поэтому на него всегда нужно обращать внимание вот предыдущие разы что у нас происходило в эти дни возьмем валютную пару евро доллар так как именно на ней она лучше всего отрабатывается в прошлый раз у нас было 3 июня выходила данная новость и мы теперь можем посмотреть берем 3 июня 07 03 я месяц перепутал извиняюсь вот у нас выходила данная то есть что у нас происходило был прогноз 212 тысяч то что прибавится рабочих места а по факту вышло 288 тысяч соответственно показатель лучше соответственно скажем так по классике что должно произойти так как в Соединенных Штатах показатель лучше соответственно то есть доллар должен укрепиться по отношению к евро в данной ситуации у нас новость по классическому сценарию она у нас отработалась положительные новости и мы данную новость отработали но не все так просто не всегда бывает такое что вышла хорошая новость и валюта начала укрепляться соответственно возьмем месяц из-за этого возьмем июль там у нас выходило по-моему 6 числа открываем календарь и смотрим как у нас происходило какие у нас цифры были 6 числа то есть 6 числа что у нас произошло динозировали 218 вышло 217 то есть немножечко хуже немножечко хуже на 1 тысячу это в принципе практически одно и то же например уровень безработицы он у нас стал лучше было 6,4 стало 6,3 то есть и что мы увидели цена резко дернулась сверх да то есть мы пробили вот этот вот максимум да локальный то есть пробили его да то есть соответственно вот здесь вот то есть собирали стоп-лоссы местных участников да то есть и потом развернулись то есть и получилось вот такое вот движение да то есть резко вверх резко вниз да поэтому такие вот моменты да то есть поищите на графиках да то есть возьмите вот центные ставки можно всегда вот посмотреть да то есть когда выходили то есть есть вот даты да то есть если вы откроете то есть есть график есть даты когда выходили данные да соответственно то есть вы себе на графиках можете пометить да то есть как бы и вывести какую-то там например для себя статистику да То есть по той или иной новости, либо по той или иной валютной паре. Поэтому не ленитесь, выделите там себя полдня, например, в субботу, в воскресенье, посидите, поанализируйте рынок. Если вы решили, поставьте плюсики, кто вообще серьезно относится к биржевой торговле, кто хочет с этого заработать деньги. Есть такие. Вы должны понимать, что просто так ничего легко не дается. Я знаю людей, которые по 7-8 лет занимаются биржевой торговлей. Только через 5-6 лет они начали торговать. Основная причина была в том, что они не серьезно относились к биржевой торговле. То есть они это как хобби рассматривали. Я сегодня так, завтра так. То есть через неделю я вообще не буду смотреть. Соответственно, люди не работали со своей статистикой. Они не работали с цифрами. Они ленились на анализировать рынки. У меня, например, была большая проблема. Когда я начинал торговать, то есть я на демо счете сидел, по-моему, 2-3 часа, просто чтобы понажимать на кнопочки, разобраться, как покупать, продавать. То есть демо счет мне был неинтересен. Соответственно, у меня большая была проблема, что я не ставил никогда стоп-лоссы. И меня каждый раз рынок за это наказывал. Мой первый волький опыт наступил сразу на второй день. То есть как раз вышли пейроллы. Я их очень-очень не люблю, когда они не выходят. Возможно, так как это ассоциация с самым первым моим потерянным депозитом. И потребовалось 2 года для того, чтобы я все-таки ставил стоп-лосс. Чтобы я это делал. То есть вы можете эмоционально говорить, что я в следующем ставить стоп-лосс, я буду придерживаться всем торговым системам. А потом у вас что-то опять в голове переключается. И вы думаете, что сегодня я еще рискну. Основная задача, которую я хочу донести, то, что это весь трейдинг. Это не хаотическое движение. Есть определенные закономерности, которые есть на рынке. Их нужно научиться определять и математически рассчитываться. Есть строгая математика. Есть соотношение убыточных сделок ваших. Есть соотношение ваших прибыльных сделок. Соответственно, работает система. То есть, когда складывают свой счет, заслуженную свою прибыль. Есть, которые зарабатывают по тысячу процентов годовых. Есть такие люди на самом деле, их единицы. У меня, например, такая задача. Я когда-то хотел 100-200% в месяц. Через 5 лет я понял, что 50-70% годовых. Это хорошая доходная прибыль, с которой можно работать. Но я знаю, что я выполняю определенные действия. Торгую по своей системе, которую буду показывать. Начиная с завтрашнего дня, 3 касания я торгую. Я знаю, что сегодня, завтра, послезавтра, через год она работает. Я, в любом случае, буду в плюсе. Чем делать какие-то хаотические движения. Рассчитывать на том, что повысить ставку. То есть, я, может, сегодня заработаю. То есть, ставку повысили, а цена пошла совсем в другую сторону. Также еще, у нас это будут данные в пятницу выходить. То есть, в пятницу будет у нас завершающая занятие. Поэтому мы посмотрим, как отработаются данные новости. Еще хочу обратить внимание. Сейчас еще раз откроем календарь. Поставим, да, то есть, основные, которые нас интересуют. Поставим сегодняшнюю неделю, которая у нас. Все важные новости. То есть, как бы, ВВП. То есть, как бы, тоже важная новость. У нас выходит она завтра. То есть, как бы, ну, последнее время. То есть, то, что я смотрю, когда выходит ВВП, ну, какого-то там ажиотажа на рынке не возникает. Да, то есть, есть ВВП, то есть, первая оценка, есть потом пересмотренная, есть потом окончательная оценка, соответственно. Вот, поэтому, то есть, реакция на рынке, да, то есть, может быть, ну, довольно-таки неоднозначная. Да, то есть, вы когда там будете анализировать новости, да, то есть, у вас, скажем так, ну, вы должны... Основной новостной фонд, да, то есть, что движется массой трейдер, как бы, ну, вот какая атмосфера царит. Если, например, вот, ну, на сегодняшний день, да, то есть, до сегодняшнего дня можно взять, да, то есть, как бы, рынком двигало, да, то есть, ну, особенно, в частности, там, фондовым рынком, да, то есть, двигало что? То, что ПРС США, да, то есть, держит ставки свои на минимальных уровнях, да, плюс количественное смягчение, да, соответственно, то есть, как бы, пока все это продолжается, да, то есть, рынке больше шансов, что они будут расти, соответственно, да, то есть, как бы, сейчас, если посмотреть, вот, на пару, да, то есть, евро-доллар, да, то есть, как бы, ну, постоянно идет состязание, да, то есть, между валютами, так как один банк, да, проводит там свои интервенции, да, то есть, как бы, ЕЦБ, да, то есть, свои интервенции, да, то есть, проходит, то есть, у Европы сейчас там проблема, оказывается, с дефляцией, да, то есть, они там думают о том, чтобы все-таки, то есть, проведить там свое какое-то количественное смягчение, да, В то же время, например, сейчас ФРС США уже на шаге к тому, чтобы завершить количественное смягчение. И очень часто мелькают слова разных представителей ФРС о том, что ставки могут поднять в 2015 году. Соответственно, такой общий новостной фонд будет в глобальном перспективе двигаться. Сейчас большинство банков дают свои прогнозы валютной паре, все эти макро-показатели. И они просто на данный момент видят валютную пару, курс евро-доллар 1.32 к концу года. Поэтому к таким прогнозам тоже нужно скептически относиться. Лучше все-таки работать по своей стратегии, принимать во внимание. Лично мое мнение на сегодняшний день, что ставки, как только ставки, ФРС действительно начнет повышать и сворачивать свое количественное смягчение. А в Европе еще не так все хорошо с экономикой. Соответственно, на сегодняшний день в глобальной перспективе, если мы... Возьмем, чтобы нам, например, через год снова не вернуться в район 1.22 к концу года. Пока что все такие глобальные, то есть макроэкономические показатели все ведут к этому. Возможно, через полгода что-то поменяется. Поэтому любая новость, ее можно рассматривать с разной стороны. Соответственно, при торговле нужно очень аккуратно относиться к этим новостям. Поэтому если вы, например, в интернете находите торговые стратегии по новостям, то есть самое распространенное, это перед выходом новости, то есть выставляются отложенные ордера и фиксируются по 20-30 пунктов. Но очень часто срабатывают сток-лоссы. То есть цена резко туда двинулась, соответственно, то есть как бы в этой пушке находятся. Если мы, например, возьмем валютную пару фунт, то есть есть такое на рынке, как слухи. Но вот это последнее движение, резкое фунта-доллара, то есть основывалось на том, что пошел, скажем так, слух, то есть они всегда есть на рынке. То есть даже есть такая поговорка. То есть покупайте слухи, продавайте факты. То есть пошел слух о том, что банк Англии, он может повысить ставку уже этой осенью. Соответственно, повышение ставки – это укрепление фунта-доллара. То есть пошел слух, мы пошли наверх. То есть прошло, мы не подписили каких-либо намеков конкретных. Соответственно, вот мы видим трейдера, то есть фиксируют свою прибыль. На сегодняшний день. Поэтому еще хочу один такой вам момент показать. То есть если, например, все макроэкономические данные, то есть они есть в календаре, но те, кто там опытный, те, кто там долго торгует, то есть, наверное, там наблюдали, то есть может кто-то и прочувствовал на депозите, когда выходят форс-мажорные обстоятельства. То есть вот тут вопрос. Пишет кто-то там про Украину, про новости. То есть как бы, ну сейчас ситуация там вокруг Украины, то есть вокруг Израиля, там Сирии, да, то есть они больше влияют там на цены, на нет, да, то есть как бы, вот, то есть как бы, и вот такие вот геополитические, да, то есть конфликты, они тоже, да, то есть отражаются на графике, да, то есть нужно понять, да, то есть на каком графике. То есть чаще всего, то есть вот такие вот геополитические конфликты, да, то есть как бы, они отражаются хорошо на ценах на нет. Соответственно, вот если помните, да, то есть когда трагедия была в Японии, цунами, да, там 16 марта, то есть мы можем, да, вот увидеть, как это было на графике. Ну вот у нас произошел вот такой вот, да, да, то есть движение по доллару и иены, то есть иена укрепилась, да, то есть несмотря на то, что у них был цунами, да, то есть как бы все это происходило, ну, есть такие вот тенденции, да, то есть которые, ну, довольно-таки очень сложно объяснить, их нужно наблюдать, да, то есть чем больше вы будете в рынке находиться, больше торговать, то есть вы их начнете наблюдать. То есть я, например, когда начинал торговать, да, то есть я долго там не мог понять, почему, когда начался кризис, да, то есть все акции падают, там США там рушатся, да, банки, ипотечный кризис, да, то есть а почему доллар укрепляется, да, то есть ну логически было бы думать совсем наоборот, да, то есть как бы, ну а оказалось то, что, как бы вот в такие моменты, да, то доллар оказывается просто как валютой убежищем, да, то есть как бы вместе с США, да, европейские рынки, азиатские рынки и так далее, да, соответственно, то есть инвесторы просто деньги с более жирных валют, более рискованных, да, то есть как бы и, скажем, снова их, да, то есть конвертируют в доллар, да, соответственно, то есть когда следующий кризис начнется, да, то есть мировой, то есть это будет, ну, неизбежно, да, то есть любая там экономика, да, то есть она происходит там циклами, Рост, падение, там, рецессия, стагнация, да, то есть, дальше опять, там, восстановление и рост. То же самое, скорее всего, произойдет в следующий раз, то есть, когда-то будет кризис мировой, да, то есть, доллар, скорее всего, будет укрепляться, скорее всего. Вот, поэтому то же самое и здесь, да, то есть, в этот день было падение, да, то есть, внутренняя там, на фондовых рынках, да, то есть, если там, откроете 13 марта, да, мы найдем на графике еще евро-доллара, иена, да, очень резко укрепилась, да, а потом он снова. Соответственно, те, кто стоял, да, то есть, в покупке, то есть, ну, в этот день они просто потеряли свои деньги, да, то есть, особенно те, у кого не было там стоп-лосса, да, то есть, как бы, и депозит не позволял держать большие убытки, да, то есть, ну, они поделчили в вашем клубе. То есть, такие события, да, то есть, они, ну, к сожалению, происходят, да, то есть, поэтому, ну, никто не знает, когда это может произойти, да, то есть, в любой момент там может рухнуть там какой-то банк, да, обанкротиться, что там что-то произойти, то есть, все это отображается на графике. Соответственно, если мы сейчас возьмем, у нас, получается, 16 марта, это было 11-го года. Сейчас мы найдем это на графике евро-доллара. Сейчас я приближу. Ну, вот, да, то есть, была свечка, то есть, была общая тенденция, да, то есть, доллар падал по отношению евро, да, то есть, ну, в этот день, то есть, вот была такая вот краткосрочная, да, то есть, дневная свечка там чуть более 100 пунктов, то есть, доллар укрепился. То есть, если по японски иене это было сильное движение, да, то это было всего лишь 100 пунктов. Так, теперь, смотрите, там, задавайте какие-то вопросики, да, то есть, мы еще вот, когда уже на следующих занятиях, да, то есть, завтра уже будем рассматривать, да, то есть, конкретную стратегию, да, то есть, она основана на фундаментальном, на техническом анализе, да, то есть, я вам буду показывать уже конкретные примеры, да, то есть, как очень часто бывает, да, то есть, вышла новость, там, например, купил, то есть, я такого не делаю. Да, то есть, как бы, ну, меня там жизненный опыт уже научил, да, то есть, у меня это не получалось делать. Соответственно, то есть, как бы, ну, у любого трейдера, да, то есть, сколько есть трейдеров, столько есть торговых систем. Если бы там все торговали по одному и тому же принципу, да, то есть, как бы, ну, тогда не было там, наверное, движения на рынках, да, то есть, как бы, если бы там все покупали, да, то, что тогда будет продавать, соответственно. Поэтому сейчас задавайте какие-то вопросики. Если там будут у вас вопросы, пишите на электронную почту. А завтра уже будем разбирать конкретные точки входа в рынок. То есть покажу еще. Моменты с терминалом. То есть как бы уже все, чтобы было. То есть как рисовать. Так, сейчас я посмотрю в чат. По поводу, смотрите, речь зашла по поводу исполнения. То есть на новостях. Поэтому, если вы хотите все-таки входить на новостях, то для этого лучше открывать про-счет. То есть не стандартный счет, а про-счет. Так как там исполнение будет в силу. То есть технологический всех моментов, они будут лучше. Ну, скажем так, да, то есть как бы очень часто спешат, когда трейдер начинает о новостях торговать, да, то есть как бы они жалуются о том, что как бы и и похуже. Да, то есть вам так скажу, да, многие думают, что брокеры там как-то пытаются там, не знаю, надурить. Да, то есть как бы, ну, давайте возьмем реальный пример, да, то есть как бы, вот возьмем ситуацию, да, то есть которая там возникла вокруг, ну, геополитическая, да, ситуация там в Украине, в России, да, то есть как бы за последние полгода, да, очень сильно обесценились, да, то есть курсы валют, как в Украине, так и в России, да. То есть как бы это новость. Какой-то конфликт. Что первым делом происходит в обменках. Кто видел курс, еще удивлялся, почему такая большая разница между покупкой и продажей. Есть такие. Заметно, скорее всего. Если там спрей, то есть разница между 10 кг 20 копеек, а потом стало 50-60 копеек и так далее. И резко признал курс. А потом еще бывали такие ситуации, что идешь в обменный пункт, а у них закончились. Оказывается, валюта закончилась. Ты вроде хочешь купить по хорошему курсу, выбрал обменку, где курс хороший, а там оказывается нет валюты. В принципе, то же самое происходит на бирже. Когда выходит новость, очень много трейдеров, очень много дают заявок. Поэтому банки, все поставщики диквидности, то есть макетмейкеры, они что делают? Они расширяют спреды. Соответственно, брокер не берет эти спреды, есть те спреды, которые есть на рынке. Соответственно, есть прощита, тот спред, который есть в интернете. Соответственно, вы когда отделку, ваш ордер поступает в какую-то очередь. К сожалению, технологии на сегодняшний день таковы, что крупные банки, крупные макетмейкеры, фонды, у них есть свои программные модули, у них есть свои роботы, которые эти заявки отправляют за доли сотни секунд, чем другие участники рынка. Соответственно, их будут исполнять в первую очередь. А уже обычным нам с вами трейдерам, у нас уже в самой последней очереди исполняются наши заявки. Поэтому с точки зрения торговли, новости, их нужно отрабатывать. Первое это исполнение, то есть может прихрамывать, так как может быть гэп внутри минуты, то есть на тиковом графике. Плюс соответственно движение рынка может быть сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Поэтому я вам покажу, как я вхожу в рынок. Я скажу в большинстве случаев это лимитные ордера, соответственно у меня там нету проблем с исполнениями ордеров. Я не думаю сегодня, вышла новость, вверх пойдем либо вниз. Я просто константирую факт. Цена дошла до какой-то точки, там где я должен совершить покупку либо продажу. Я это там делаю. Я выставляю стоп-лосс, выставляю take profit, занимаюсь своими делами. Поэтому об этом мы будем обсуждать завтра. На сегодня я буду заканчивать, так как я немножечко приболел, завтра постараюсь поправиться и с новыми силами будем уже рассматривать технические моменты и где покупать, где продавать, где совершать сделки. Поэтому я сейчас еще включу слайд со своими контактами. То есть пишите, желательно смотрите, пишите, если вы пишете, пишите в теме письма. Бывает очень часто почтовик просто письма в спам отправляет. Если я, например, не отвечаю несколько дней, еще раз напишите, так как есть там отдельная папка очень много, а почтовик автоматически определяет писем. Я их просматриваю раз в три дня и пишу адрес. Поэтому всем большое спасибо. до встречи завтра. Всем хорошего вечера. И поработайте сегодня с календарем. Посмотрите, понаблюдайте, сделайте какие-то свои выводы. Возможно, найдете какую-то свою закономерность для себя. Поэтому всем всего доброго и хорошего вечера.